Проект Золотой фонд «Наш профессор» продолжает знакомить вас с жизнью и деятельностью заслуженных работников Северо-Восточного Федерального Университета. И сегодня мы поговорим с доктором физико-математических наук Надеждой Александровной Савиновой. Савинова Надежда Александровна родилась 6 мая 1957 года в селе Верхневлюзг, ЯССР, в семье учителей. В 1973 году закончила физико-математический класс Верхневлюзгской средней школы имени Исидора Барахова. В 1973 году поступила на физический факультет Новосибирского государственного университета, который окончила в 1979 году со специализацией физическая кинетика. Распределилась и с тех пор работает в Якутском государственном университете. В 1988 году защитила диссертацию нестационарный радиационно-кондуктивный теплообмен в полупрозрачных средах с фазовым переходом первого рода. На соискании ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности теплофизика и молекулярная физика в диссовете Института теплофизики Сибирского отделения Академии наук СССР. В 2004 году защитила диссертацию сложный теплообмен в полупрозрачных средах с фазовым переходом первого рода. Таким образом, Савинова Надежда Александровна является экспертом в области радиационного и сложного теплообмена. Наш разговор о том, о физике, о том, как Вы вообще пришли к физику и когда Вы поняли, что хотите связать свою жизнь с этой наукой? Ну, физика, наука, конечно, очень увлекательная, интересная. И вот я захотела стать физиком прямо в школе, когда мы только начали изучать физику. У этого был шестой класс, когда мы учились. И я поняла, что физика, ну, дает, можно искать вопросы на очень многое. Почему? То, что вот происходит вокруг нас, в природе, в окружающем мире, в быту. И поняла, что когда мы начали изучать физику, каждый процесс вообще, да, в природе можно описывать формулами, то есть математически. И вот вывод формул. Я поняла, вот, наверное, применение математики в жизни. И, конечно, то, что вот именно физика, наука о природе, о законах природы и то, что вот можно искать ответы на множество, почему, вот, привлекли меня. И я, что интересно, ни разу не поменяла своего желания. И с тех пор вот стремилась стать физиком, но и стала физиком. А физика, как сейчас, вот, как правило, физику начинают изучать в старших классах. Ваше время точно так же было, или вы чуть позже? Нет, так же, как и сейчас. И сейчас физику начинают же учить, ну, в седьмом классе. Сейчас 11 лет учатся, мы 10 лет учились, мы начали в шестом классе. Поэтому вот первый этап, скажем, до изучения физики, это вот в средних классах, сейчас с седьмого по девятый, а потом углубленное изучение уже с десятый, одиннадцатый класс. И тогда так же было. Но только я училась в физмат-классе, и поэтому, конечно, более углубленно изучала вот такие предметы, как математика, физика. Вот ваше увлечение, оно как-то связано с тем, что, ну, вот в советское время, да, особенно физика была очень популярной. Вот были физмат-школы, школа Алексеева, вот, Верхневилюйский. Ну да. Это как-то связано с этим? Конечно, связано с этим. Я закончила школу в 73-м году, ну, и я вот закончила вот первую известную школу, Верхневилюйскую, среднюю школу имени Сидора Барахова, в котором впервые вот были открыты физмат-классы. И, конечно, физика в те годы, она же была очень популярна, и поэтому и это повлияло. И мы знали и про академию городов в Новосибирске, оттуда приезжали ученые, которые вот впервые и даже проводили олимпиаду взаимистическую вот в нашем селе, поселке Верхневилюйск. Ну и, конечно, роль учителей огромна. Школа, она была очень передовая, и, конечно, очень много внимания именно уделялось вот образованию и конкретно вот физмат-образованию, именно как фундаменту, скажем, да, инженерного технологического образования. Вот это вот поняли, понимали, и вот физмат-движение в те годы у нас в республике сильно получило развитие. А вас можно назвать, если вы учились в Верхневилюйске, то, наверное, знакомы с Михаилом Андреевичем Алексеем вы не учились? Ну, конечно, все знают, и я, конечно, училась, и он был нашим и классным руководителем, вот, восьмой, девятый, десятый класс, три года, он был нашим классным руководителем. И какова его роль вообще вот в становлении? Ну, вообще в становлении личности, да, в становлении каждого ученика, в принципе, его роль очень важна. И я вот сейчас думаю и так вот ценю его роль именно в становлении, ну, каждого ученика, чтобы самое главное, чего он сумел добился, да, чтобы ученики научились работать самостоятельно. Вот это именно методика обучения самостоятельной работе, ну, я вот так вот сейчас думаю, что это вот то главное, чего добились в этой школе. И поэтому дальше уже, допустим, учиться было как-то легче, и, конечно, вот именно быть целеустремленным, это вот тоже, в принципе, давалось, по-моему, в школе. А в своей карьере, в своей трудовой деятельности какие-то черты, может, вот его методы работы подчеркнули? Да, наверное, все равно, хочешь не хочешь, конечно, это же воспитание, и поэтому то, что было дано, оно есть. И как он давал уроки, какие конспекты, как он готовился к урокам, в принципе, это мы все равно видели. И это, конечно, остается, и все равно где-то применяешь. Вы долгое время руководили физико-техническим институтом, многого добился за эти годы, и вообще вот за все эти годы, которые вы посвятили ФТИ, вообще, как вы можете оценить свою работу и каких успехов все-таки добились? Ну вот, да, мне довелось работать директором ведущего института, конечно, в нашем университете физико-технического. Это, в первую очередь, для меня очень, конечно, почетно. И я вот 11 лет проработала, и я считаю, что, ну, такое достижение института, это, ну, то, что в нашем институте вот ведется подготовка кадров по всем трем уровням образования. Бакалавриат, магистратура, аспирантура, и что ведутся тоже подготовка вот по образовательным программам, которые относятся к приоритетным направлениям науки и техники. Открыли мы программу, чисто на английском языке магистрскую, конвергенции, вот, совместную программу с ИЖИДИ Пантуаз университетом французским. Вот, в 11-м году открыли, ну, первую, наверное, лабораторию в России по графеновой нанотехнологии. В принципе, она чисто научная, но, конечно, называется учебно-научно-технологической лабораторией в нашем университете, где сотрудники, они имеют именно статус научных сотрудников. Это, конечно, для университета вообще, но... А какие студенты учатся в ИТИ? Они, то есть, вот, например, как у вас, да, у них просто вот интерес к природе, к законам природы, или все-таки молодежь поменялась? Конечно, все равно это студенты, которые вот в школе хорошо учились. Они, конечно, для них приоритетными были такие предметы, как математика, физика, информатика. То есть, ребята увлеченные, любознательные, которые близки к технике, к технологиям. И поэтому я говорю, конечно, умные ребята поступают, конечно, в основном учатся. То есть, умные имеется в виду, которые уже от природы есть к тяга вот таким наукам? Ну, в основном, конечно, да, и такие. А если, вот, ну, как я, например, у человека, который не имеет особых талантов или знаний, чтобы поступать в ИТИ, но он очень хочет добиться, у него есть успех? Ну, это, если в школе вот глубоко не изучали, да, вот эти предметы, то, конечно, сложно потом все это наверстать. Ну, единицы бывают, могут быть, но, как правило, конечно, это все начинается со школы. Интерес к таким предметам наукам. Хорошо, ну, раз мы начали говорить о молодежи, вообще, вот, сейчас в России президент Владимир Путин объявил год науки и технологий в университете, год молодого исследователя. Как молодежь, как сделать так, чтобы молодежь шла в науку? И в вашем институте как с этим дела стоят? Вот это вот сейчас, в данное время, да, ну, достаточно вот последние годы, начиная это вот с 90-х годов, да, конечно, вот молодежь, ну, был отток большой молодежи от науки, от работы в системе образования выше, да, И это, конечно, вот сейчас у нас как раз есть такой перерыв, вот, в кадровом обеспечении. Ну, вот непрерывность, подготовка, она как-то немножко, провал у нас имеется вообще в стране. Ну, сейчас это понимают, что нужно наукой заниматься, и сейчас, ну, не зря, конечно, этот год объявили годом науки и технологий. Нужно, чтобы молодежь шла в науку, потому что, ну, конечно, для этого надо иметь все-таки вот желание, способности. Ну, и поэтому, конечно, тоже вот такую молодежь надо, наверное, находить, искать и создавать условия. Главное, конечно, чтобы тоже был престиж научных работников в стране, во-первых, да, и вот условия, как привлекать молодежь. Конечно, каждый не может так же заниматься научной работой исследовательской, Но мне кажется, это опять-таки вот начинается со школы, с преподавания вот таких дисциплин, как математика, физика. Потому что именно эти предметы, ну, учат думать, учат анализировать, исследовать вот такие качества, которые нужны научным работникам. И вообще любой человек, который хорошо знает, да, такие предметы, он успевает практически по всем предметам. Поэтому он может быть успешным научным сотрудником, вот, да, в принципе. Ну, и, конечно, вот, когда мы готовим студентов у нас в университете, тоже очень хорошая тесная связь должна быть именно с научными институтами, Ну, и у себя в университете с научными лабораториями, да, чтобы прямо с младших курсов уже привлекать студентов, вот, знакомить с трудом научным. Что за это труд? А вот это тоже очень скрупулезный труд, труд, который не требует спешки и так далее. Вот, системно нужно работать. А вот наука и технологии, и физика, вот, как между наукой и технологиями внедрить физику? Ну, физика — это вообще основа технологии любой, да. Поэтому, конечно, вот, чтобы прийти к технологиям, нужно, ну, научные основы знать, да, этой технологии, на чем основана эта технология. Поэтому, конечно, фундаментальные базы любой технологии, ну, такие вот предметы, ну, и занятия наукой. Потому что, ну, оно, конечно, не всегда приходит вот к какому-то определенной техно, но это все равно научная основа физика любой технологии, ну, любое направление физики. А вот те научные исследования, которые сейчас ведутся в ИТИ, они в перспективе, в будущем могут подтолкнуть к нам, нас, каким-то вот технологическим открытием? Ну, именно вот в плане физики. Ну, для этого, конечно, нужно вот именно наукой заниматься, как работой, чисто научной работой, да. И вот такие работы, они потом могут провести к технологиям. Ну, и, конечно, ну, у нас специфика высшего образования, все-таки у нас вот в первую очередь подготовка кадров, преподавательская деятельность. И мы занимаемся, допустим, любой преподаватель наукой, это уже второй вид деятельности. Поэтому, если есть чисто научные лаборатории, вот там, да, вполне возможно. А что сейчас? Выход в конкретном технологии. Это вот должна быть задача таких лабораторий, чисто научных, технологических. А что сейчас вот в нашем университете преобладает все-таки работа или научные исследования? То есть люди как к этому относятся? Ну, конечно, ну, первая задача – это учебная работа. Но для того, чтобы вот студентов готовить кадры, да, чтобы они имели склонность к исследовательской деятельности, ну, и, конечно, это же метод, научный метод исследования, нужно, чтобы преподаватели сами были, знали, что это такое исследовательская работа. То есть это должны быть подготовленные, да, люди остепененные там. А после этого, допустим, они могут быть большую часть, вообще основную деятельность посвятить преподаванию или, наоборот, научной деятельности. И вот в этом плане, мне кажется, поэтому очень вот такая тесная связь должна быть у нас с научными институтами и с университетом. Вот вы сказали, что вот эта связь раньше была потеряна. Нет, она не то, что связь. Связь, она была, конечно, она есть всегда. Но она в какой-то степени, допустим, если сравнить там с 70-ми, 80-ми годами, да, то вот, допустим, связь с научным институтом, она немножко часть нет. Потому что научные, как-то вот такая тенденция пошла, научные лаборатории открывать, допустим, у нас, у себя в университете. Поэтому вот в этом плане. Хорошо. Вот между вопросами такими серьезными, о том, как вы пришли в физику, вообще, что такое физика, вот есть такой вопрос, как бы вы себя описали, и почему так именно? Как бы я себя, ну, если охарактеризовать себя, ну, я могу сказать, наверное, ответственная, целеустремленная, добрая. Что немаловажно. Я, конечно, в работе с людьми, за студентами, ну, вообще, в жизни, вот. Ну, ответственность, наверное, тоже с детства. Я самая старшая в семье, поэтому это вот как-то уже закладывалось. А сложно быть руководителем? Конечно, сложно. Всегда достаточно сложно работать с коллективом. Люди разные. А вот какой у вас коллектив был, вот, сказали, что больше десяти лет руководители ФТИ? Как выработать весь этот механизм, чтобы он работал слаженно? Ну, даже десять лет работы руководителем, конечно, это немного, чтобы создать такой механизм, который будет очень слаженно работать. Ну, а так, коллектив, он, конечно, это физики. Поэтому, а физики народ очень увлеченный. Они, конечно, самодостаточные люди. И поэтому, с одной стороны, и проще, но с другой стороны, и сложно. Потому что, конечно, у людей, ну, разные, конечно. А вот у вас, какова именно ваша тема исследований? Чем вы больше всего учите? Я сама физик, и у меня специализация теплофизика. То есть, это вот направление физики, которое изучает законы теплоотмена. Очень важно в нашей регионе. И в природе, да, и в технике, да, в нашем регионе очень важно. Закончила я вот Новосибирский государственный университет, потом аспирантуру, докторантуру вот Института теплофизики СОРАН. И поэтому научная тема моя, ну, была связана с тематикой вот этого института. И я занималась именно математическим моделированием физических процессов. Но в данном случае теплообмена в таких технологических процессах, как получение, выращивание кристаллов из расплава. Там очень важно знать тепловой режим в такой технологии. Так как вот в кристаллах перенос энергии осуществляется теплопроводностью и излучением, это полупрозрачные материалы, экспериментальное изменение температуры практически невозможно. И там очень высокие температуры. Поэтому нужно моделировать. Я вот создавала математическую модель этого процесса. А для наших условий, вот здесь это я связываю сейчас с расчетом моделирования теплового режима природных средств, как лед, снег, лед на разной подложке. Потому что это вот тоже важно очень. И там тоже вот происходит перенос энергии, теплопроводностью и излучением. Вот правда, вот от солнца излучения. Но в различных технологиях, допустим, удаление льда и так далее, там возможно использование и искусственных источников излучения. Поэтому вот тоже важно очень смоделировать тепловой режим. А вот помимо вот вашей темы, да, вот исследований, вашей специализации, труды, каких вот физиков вам более близки, потому что, ну вот есть выдающиеся физики, да, вот в раме которых у всех на слуху. Вообще, какая область вам ближе всего? Ближе всего мне, наверное, вот физика твёрдого тела. То, что, ну, хоть тоже интересно с материаловедением, как создаются материалы, допустим, да, как получать материалы заданного свойства. А оно связано очень сильно с теоретической физикой, с квантовой теорией, и вот в этом плане меня вот как-то больше квантовая ещё физика интересует. А кто ваш любимый физик тогда? Мой главный Макс Планк. Можете ей рассказать, вот чем он занимался? Макс Планк, ну, допустим, это вот первые, которые сделал предположение, что свет — это поток квантов, квантовую теорию света, да? Ну и известный закон, закон Планка, который он сформулировал, открыл, это вот определение потока излучения. Ну, вот всё, и лампы излучают, и солнце излучает, и как найти интенсивность излучения, предполагая, что свет — это поток квантов. Ну, и на этом основано вот тоже теплообмен излучением, который происходит вот в природе и в средах различных. А вообще вот каким был ваш первый эксперимент, наверное, который вот привёл вас в восторг, наверное? Наверное, в школе, да, вот эти эксперименты всё равно делали, вот вы сами лично? Ну, в школе школьные эксперименты делали, конечно, это и «Динамо-машина» первая такая, да, впечатляющая такая. Потом, что было в университете, ну, это самый сложный, кстати, раздел был физической практику, лабораторные работы. Вот есть физики-теоретики, есть физики-экспериментаторы, и они тоже сильно различаются. Вот. И, конечно, в физпракте он сложный, стать физиками-экспериментаторами, это самое сложное. И вот в физпрактикуме по радиоэлектронике мы собирали цепи электрические, электронные цепи, ну, на платье, и паяли, схему собирали, да? И вот мы там с подругой, это, наверное, на втором курсе было, мы собрали на платье схему, запаяли, тут спорили, как это делать, потом преподавательница пришла, поднимает наш цепь. Это называется схемой на соплях. Так что вот моя первая схема была схемой на соплях, ну, то есть, мы неправильно, надо было на платье прямо там сделать, паять. Мы прямо детали между собой запаяли. А кто вам ближе, вот теоретическая или практическая часть? Теоретическая. То есть, вы пиздецаете? Ну, я, я, да, практически так, но вот, поэтому у меня метод матмоделирования. Сначала я на третьем курсе пошла в институт теоретической прокладной механики, ну, вот, и пошла в экспериментальную лабораторию. И когда пришла я, мой руководитель, ну, они же все в установке сами, все лично собирают. Вот у меня была установка, и он сказал, чтобы стать экспериментатором, надо начинать со станка, с изготовления деталей. Надо быть слесарем, надо быть стойлером, все это надо уметь, все такие работы. Ну, я вот полгода работала, а потом поменяла. И в то время как раз вот очень развивался метод матмоделирования, вычислительные методы. И я вот решила, что буду заниматься именно матмоделированием вычислительными методами физики. вот переходя к следующему вопросу, как все успевать и преподавать, и руководить. Вот вы как женщина, какими принципами вы руководствуетесь? Вот семья, работа, дети, и вообще как все это совместить? ну, вообще, я думаю, в этом, да, как все успевать совмещать, когда семья, работа, еще такая работа, ну, очень важно вообще вот семья, понимание в семье и поддержка семьи, ну, и, конечно, дисциплина, и самодисциплина, и порядок в семье, ну, во всем. Поэтому, конечно, вот в первую очередь это семья. Это и родители мои, это и мама моего мужа, и мой муж, и дети. Поэтому без понимания и поддержки всей семьи вообще, конечно, вот чего-то добиться в таком виде деятельности, работы, конечно, очень сложно было бы. А вот именно ваш уникальный опыт, в чем он заключается? то есть порядок в семье и порядок в работе? да, и так, и так. То есть и поддержка семьи, ну, и в первую очередь мужа, конечно. Кстати, это очень многие подчеркивают висели. да, потому что без понимания вот семьи именно в первую очередь близкого человека практически невозможно было бы. И очень многих из-за этого не получается. из-за семейных проблем и так далее. А вот в этом плане повезло мне, наверное. В повседневной жизни вы как-то используете свои знания в физике? делитесь вот с домашними? Как-то может чему-то их учите? Ну, да, бывает, наверное, да. А в чем это заключается? В каких-то простых обычных домашних вещах или это уже как часть уже вашей бытовой жизни? Ну, допустим, внучкам внучкой объясняешь, допустим, что такое напряжение, что такое ток, что такое кипение, почему там надо закрывать или открывать кастрюлю чайник. В общем, вот, что такое теплопроводность, почему, допустим, где-то какой-то материал холоднее. И как они к этому относятся? Ну, в принципе, нормально. Ну, они, в принципе, наверное, и не замечают, но знают, когда надо, спрашивают. То есть, это не как вот поучение, это просто как понадобится в жизни. Но, так, чтобы что-то постоянно говорить, нет, конечно. Вот, мне очень интересно про вашу работу с Михаилом Андреевичем Алексеевым. Просто я сам в свое время, я, конечно, не физмат в школу, заканчивал, а именно гимназию Верхневолюйскую именем Михаила Андреевича Алексеева. Мне все-таки интересно, как с ним работалось, каким он человеком был и какую роль он вообще сыграл в вашем становлении как физика. Вы в каком году кончили? Я в 2010-м. В 2010-м? Недавно. Вот мои родители там работали в гимназии. Мой отец был учителем математики Семенов Александр Иванович. Мама была учительницей химии Иванова Мария Васильевна. Но они вот ушли на пенсию где-то в 2006-м году в гимназии. Ну и вот росла я в учительской семье и Михаила Андреевича я знала тоже, конечно, с малолетства. Вот. Они же вместе работали. Сына Михаила Андреевича я вот с первого класса учились вместе. Он сейчас работает в РК в Республиканском лице и интернате здесь. Вот. Ну роль конечно он физику у нас у меня в нашем классе вот шестого класса преподавал. То есть я у него получается училась шестого класса ну до окончания школы. Поэтому вот его роль конечно в том, что мы полюбили эту физику конечно есть однозначно такой человек. человек конечно очень авторитетный. В школе был человек уже в возрасте прошедшей войну. Поэтому конечно он был авторитетным очень человеком. Всегда перечить ему в принципе А вы кстати спорили с ним по каким-либо вопросам? И вообще приветствовалось ли это? Ну в принципе он это приветствовал. И он был нашим классным руководителем и он именно вот этому учил. Оставил свою точку зрения и стремиться к своей цели быть работоспособным, аккуратным, четким, дисциплинированным. Вот эти качества конечно у него были превыше. и всегда как-то он может быть и не без всяких таких нравоучений и так далее, но тем не менее он всегда как-то вот учил как жизни добиваться цели и быть успешным. Ну в общем вот как-то вот ненавязчиво, это вот все-таки все равно давалось по-моему им. И он в классе у нас он организовал кстати самоуправление. Мы решали свои проблемы сами. у нас тогда были староста, профор, комсорг класса и классные собрания сами проводили. в общем оказывается он вот как раз действительно самоуправление он вел. И вот он поэтому его вклад наверное именно к тому, чтобы быть самостоятельным и уметь самостоятельно работать, самостоятельно и добиваться своих целей вот это вот именно его воспитание методики это было. Вот задание много давал но и тоже вот все самостоятельно мы работали друг друга проверяли друг другу задавали. Ну и вот система зачетов, система ведения конспекта вот этому он учил готовил именно вот учебе в высшей школе это вот определенно было когда поступали уже то что вы учились у него какие-то плоды в будущем получили это ну это школа ну ну конечно ну и в принципе когда мы вот поступали он как раз вот был в это время в академгородке на каком-то совещании или на повышение квалификации был видимо и вот как раз есть известные фотографии вот с академиком Буткера тех абитуриентов которые тогда поступили в сибирский университет вот познакомил нас с академиком Буткером и выживо в основном мы поступили на физфак на матфак и еще одно у нас на факультет естественных наук вот и ну и конечно вот видимо уже так вот он пример наверное показывал что какие ученые какие люди работают вот в этом научном городке ну а так вот нашу школу знали тогда в академом городке и всегда если говоришь что вот здесь Верхневелевская школа в общем-то наши вот ведущие профессора они знали и всегда как-то должны учиться хорошо или как-то так ну в общем с лучшей стороны всегда ну это всегда тоже приятно и это тоже ответственности она прибавляла хорошо вот сейчас тогда в каком направлении движется вот вообще физика неважно вот университета или вообще вот какие открытия могут быть ну вот в последнее время развиваются ну вот последние допустим премии да мобилевские они в общем-то в области космологии астрофизики генетики и сейчас наверное развиваются очень такие интегрированные направления тое же самое вот генетика медфизика биотехнологии ну как говорят сейчас век медицины наступил биотехнологии наступил но при этом конечно все равно вот без физики же никак но компьютерные квантовые технологии сейчас развиваются это вот тоже физик поэтому изучению вселенной вообще познание природы конечно физика все равно определяющую роль играет но к сожалению вот преподавание физики и сейчас конечно хромает в школах ну а если в школах мы не изучаем достаточно то и дальше уже плохо поэтому вот допустим выбор эгеи по физике сейчас же совсем сокращается при вот с образованием дифференцированным наверное в школе как-то развитие именно выбор вот этих направлений сложных он имеет вот тенденцию такого ну нехорошего как-то а как поэтому вот у нас конечно и с набором сложности развития общества связанной конечно с наукой и технологией поэтому в первую очередь нам надо усиливать вот такие направления как изучение точных дисциплин но информационные технологии они тоже без математики физики никак поэтому мне кажется что это базовые фундаментальные дисциплины изучение которых надо усиливать но предметы сложные и вот учителей тоже вот не хватает особенно в сельской местности да по таким предметам а в чем вот тогда заключается самая большая сложность физики не в самом же изучении не в самой же науке а в чем-то другом тогда ну и вот все-таки это в приоритетах что ли школьного образования там это вот как-то спущено поэтому сейчас это вот опять хотя все понимают что надо это развивать усиливать но все-таки вот время было упущено ну какой-то вот особенно 90-е вот годы когда система наша менялась и ценности приоритеты все-таки вот поменялись и вот это вот последствия еще дают знать наверное когда-то закончится ну да я думаю конечно да закончится физики есть вообще ну конечно как же обязательно есть и каким оно видится вообще ну физика будет развиваться и возможно новый этап физики будет конечно была же классическая физика квантовая физика ну и наверное третье какое-то развитие будет ну вот сейчас да все связано с космосом вселенной вселенной да Субтитры создавал DimaTorzok